Здравствуйте дорогие друзья, я хотел сегодня познакомить вас с результатами социологических опросов, которые произошли по всему миру. Более 20 тысяч участников из разных континентов ответили на вопросы специалистов информационного агентства ИПСОС и социологических компаний сотрудничающих. И мы выделили основные моменты, то что волнует простых людей и мнение экспертов, которые тоже высказываются сейчас по ситуации и посмотрим, что волнует больше всего людей в разных странах. Кстати, картина очень пестрая, очень неоднозначная и стоит присмотреться к тому, как люди отвечают на эти вопросы. Итак, что вызывает наибольшее беспокойство у людей? Прежде всего, это коронавирус по-прежнему 50%, если так обобщить все данные. Безработица 37% на втором месте, бедность, социальная неравенство на дальше 30%, Следующее, финансовая и политическая коррупция 27%, преступность и насилие 24% и остальные проблемы уже более такие, менее беспокоят людей. Это здравоохранение, видите, несмотря на то, что коронавирус, но на здравоохранение меньше надежд. Образование, налоги, климатические изменения совсем мало. Мы, кстати, об этом поговорим в ближайшее время. Это проблема очень активизируется сейчас искусственно. И также совсем немного людей беспокоится уже контролем иммиграции, упадком морали, экологическими угрозами, инфляцией, экстремизмом, терроризмом. То есть, коронавирус находится на первом месте. Но очень неравномерно картина распределяется. Наиболее обеспокоены коронавирусом жители Малайзии 77%, Великобритании 68%, Испании 67%. А на последнем месте, то есть, меньше всего беспокоятся жители России, Аргентины и Турции. Соответственно, 19%, 20% и 33%. То есть, вот видите, от 77% в Малайзии до 19% в России, соответственно, очень разное отношение к коронавирусу в разных странах. Безработицы больше всего обеспокоены итальянцы 63%, южноафриканцы 61%, испанцы 57%, а наименее она беспокоит голландцев и немцев по 14%, бельгийцев 17%, ну и дальше там распределяются все страны с разной степенью. Но вот эти вот перепады мы видим, насколько они разные. Обеспокоены бедностью и социальным неравенством, соответственно, в России, Венгрии и Чили больше всего, а наименее обеспокоены этой проблемой Саудовская Аравия, жители, американцы и шведы, 19-20%. В списке стран с наиболее обеспокоенных преступностью и насилием, соответственно, меньше всего беспокоится преступностью и насилием в России, в Испании и в Польше. А больше всего беспокоится насилием, вот тоже интересно, в Швеции, Мексике и Чили. То есть Швеция страна, в которой нам всегда казалось, что Скандинавия все тихо и спокойно, видите, это 57% населения очень высоко ставит беспокойство свое именно насилием, которое царит в этой стране. Что еще? То, что ситуация развивается в правильном направлении, считают в мире 36%, а то, что в неправильном 64%. Ну и, соответственно, не очень большой, кстати, диапазон различий по разным странам. 30% считают ситуацию в своей стране хорошей, а 70% плохой. То есть все-таки плохой считают больше. И лучше всех оценивают ситуацию со своей экономикой Саудовская Аравия, жители Индии и Швеции. А хуже всего, с самым большим пессимизмом относятся Аргентина, жители Аргентины, жители Японии, это 92-93%. Испания, Италия, Перу, соответственно, 89%. То есть тоже очень большой перепад такое значение. И через полгода экономическое улучшение ожидает 28%, если взять всю мировую выборку. А 29% считается, что ситуация ухудшится. В общем, здесь тоже ситуация такая очень дисперсная. Но вы видите, что люди оценивают, соответственно, с тем, что происходит в этих странах, как подается информация, какая оценка происходит, так сказать, осмысливание ситуации. И нам, конечно, в этом помогают эксперты, ведущие. Мы взяли вот сейчас несколько буквально экспертных мнений, очень важных таких специалистов, действительно, которые очень авторитетно являются в мире. И можем сравнить с тем, как люди реагируют от обычного населения и как, соответственно, смотрят на ситуацию такие эксперты, авторитетные эксперты мира. Так вот, эксперты дают оценку того, какие изменения будут происходить и что, собственно говоря, какие тенденции основные существуют сейчас в развитии в мировом сообществе. Прежде всего, отмечается укрепление государственной власти и национализма. То есть, государства усилили свою роль и принимают чрезвычайные меры по преодолению кризиса. И отмечается, что многие не захотят отказываться от своих новых полномочий и после окончания коронавируса. Это, кстати, можно очень легко проиллюстрировать. Даже вот, допустим, мы сейчас смотрим ситуацию в Израиле, откуда мы ведем нашу трансляцию из нашей студии. И действительно мы видим, что, ну, будем говорить, постоянно правительство озабочено тем, как усилить меры, так сказать, ограничения, давления. Различные такие решения жесточайшие принимаются беспрецедентные. Такие, как комендантский час, закрытие аэропорта, выезд с населения, приезд усложняется очень сильно. И, соответственно, вот эта тенденция, что не захотят отказываться от своих новых полномочий после окончания коронавируса, она явно просматривается не только здесь, соответственно, во всем мире это происходит, конечно. Вот. Что еще отмечает эксперт? Это Стивен Уолт, профессор международных отношений Гарвардского университета. Что останется конфликтный и очень сложный характер в мировых отношениях и будет усиливаться противоречия между странами. Также отмечается, что мы станем свидетелями дальнейшего отступления от сферы глобализации и мир будет менее открытым, процветающим и свободным и конец глобализации. Мы уже как бы чувствуем, что как-то, это, кстати, очень многие эксперты отмечают, что прорисовывается контур этого процесса. Если раньше мы действительно так видели только расширение глобальных процессов, то сейчас очень жестко эти процессы ограничены и сворачиваются. Что еще отмечают эксперты, в частности, вот Робин Нибблетт, директор Чат Эмхауса. Он отмечает о том, что усиливается экономическая военная мощь Китая. Это приводит к тому, что ведущие политические силы и в США, и во всем западном мире будут отказываться от сотрудничества, ограничивать Китай в распространении технологий. В общем, усилится противодействие Соединенных Штатов, и которые будут приглашать весь западный мир включиться в противодействие Китаю. И следующая тенденция, тоже очень важная, которая действительно имеет место и подтверждается. Что все страны, в которых проводится ответственная политика, усиливают потенциал выживания. То есть сейчас как бы не столько развитием заняты вообще экономисты, политики, правительства, сколько выживанием своих государств, созданием условий для обеспечения минимально необходимого, так сказать, обеспечения. Продовольствием, энергией, медицинскими услугами и так далее. Сейчас о развитии практически, ну, очень сложены эти какие-то серьезные такие аналитические материалы, поскольку действительно мир занят выживанием прежде всего. Что еще? Отмечается вот такой эксперт Кишор Махбубани. Это научный сотрудник Национального университета Сингапура, автор книги «Выиграл ли Китай». Он отмечает, что пандемия кардинально не изменит направление развития, но отмечает вот следующий такой момент. Если цель США состоит в повышении благосостояния американского народа, условия жизни которого ухудшаются, тогда они должны сотрудничать с КНР. Он также рассматривает вот это противодействие Соединенных Штатов и Китая как главную такую базу для конфронтации мировой. И вот как раз и говорится о чем, что если правительства ориентированы на благосостояние и развитие своих государств, то сотрудничество будет продолжаться. Но из-за враждебного отношения США к Китаю здравый смысл в данном случае вряд ли возобладает. И мы видим, естественно, что это подтверждается его мнение реально совершенно на практике. Очень интересно отмечает, есть такой эксперт Джон Айкенберри, профессор политики международных отношений Принстонского университета. Такую тенденцию, что как и в 30-40-х годах, сейчас может постепенно появиться встречное течение, некий трезвый и упрямый интернационализм, аналогичный тому, который перед войной во время нее начали формулировать Франклин, Рузвельт и прочие государственные деятели. О чем здесь говорится? О том, что на фоне всех негативных тенденций может возобладать здравый смысл и политики развернут отношения в сторону интернационализма и решения проблем на такой общей основе. Но пока подтверждения этому немного и есть только робкие попытки, которые пока не находят встречной поддержки во всем мире. То есть это такая вот интересная тенденция. Ну что еще следует отметить? Все больше идет процесс автономизации, протекционизма, закрытия границ, сворачивания экономического сотрудничества и создания условий для создания локальных рынков взамен глобальным. То есть этот процесс становится практически везде, он идет таким определяющим. Много таких тенденций, которые действительно отмечаются. Будут целые страны банкроты, изменится очень сильно политическая карта мира, поскольку многие страны просто не выдержат ситуации экономической и политической, которая сейчас разворачивается и в которую мир входит. Соответственно мы с вами будем наблюдать глобальные изменения мира. Ну и на фоне всех этих сложных тенденций отмечается все-таки, в частности Николасом Бернсом, профессором школы управления Гарвардского университета, что несмотря на все противоречия, несмотря на то, что в том числе и в Европе происходят дезагнационные могут процессы и все больше национальное правительство отнимает как бы у Бресель полномочия, поскольку сам по себе Евросоюз, ему очень сложно справиться с проблемами в разных странах. Но при этом в каждой стране есть множество примеров, как силен человеческий дух, как политические руководители и простые граждане демонстрируют стойкость, результативность, лидерские качества. И это дает надежду на то, что люди мира, отвечая на этот чрезвычайный вызов, в котором мы все сейчас находимся, сплотятся и одержат веру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok